Привет всем! Меня зовут Ирина. Я участвовала в марафоне женственности от Ольги и Алексея Валяевых. И немножко хочу рассказать о результатах этого марафона. Я очень рада тому, что были основные цели, которые нужно было поставить, и посмотреть, выполнились ли они или нет. Какие-то цели я себе поставила довольно сложные, невыполнимые, я бы сказала. Какие-то цели я поставила себе такие, которые кажутся другим, естественным, и абсолютно непонятно, зачем вообще такое делать. В любом случае, я рада, что это было. В любом случае, я рада, что я обращала внимание каждый раз на них и отслеживала, что же происходит. В любом случае, я рада любым результатам, которые случились. Немножко о том, что же я получила от марафона. Вы знаете, я научилась задавать себе вопросы, что же сейчас не так, почему я себя веду так или иначе, почему у меня такие или сякие эмоции. Что мне не хватает вот сейчас, в данный момент? Узнавать о своих потребностях, что же мне на самом деле сейчас хочется и нужно. Странно, правда, но вот оказывается, в моей жизни этого раньше не было настолько чётко. Я не задавала себе вопросов. Это мне очень-очень-очень-очень нравится, и я счастлива, что это я получила с помощью марафона. Во время марафона мы с мужем попробовали одну технику наших предков. Мы попробовали милование. Хорошо, вот мы с тобой пробовали во время этого марафона милование. Тебе понравилась такая штука или нет? Ну, это, скажем так, это необходимость, на мой взгляд. То есть разговор всегда сложно, всегда сложно поговорить. Вот казалось бы, да, что уж-то, но вот иногда с близким человеком поговорить, это по душам, это целая история. Сложнее, чем с другом, наверное. Вот. Сейчас тебе тоже сложно со мной говорить. Мне сложно говорить, да. Но, по крайней мере, мы пытаемся. По крайней мере, мы пытаемся. И это, конечно, круто. Но, на самом деле, каждый разговор этот просто делает такой уровень плюс. Уровень плюс. Потому что у каждого до сих пор существуют какие-то недопонимания. Вот до сих пор, казалось бы, да, там столько лет уже, столько там изменений произошло. Всё равно, я же говорить, я думаю, что, ну, блин, ну как так? Опять то же самое. Опять человек не помнит, не понимает. Так что, мне это необходимый процесс. Как тренировки физические, они тоже необходимы. Так и вот общение, вывод, как на какие-то темы, разговоры. Не всегда приятные. Ещё для меня была очень забавная вещь. Это то, что я не могла высказать свои истинные чувства и мысли своему мужу. Себе. Иногда даже себе, представляете? Очень интересно. Я научилась говорить такие вещи мужу, о которых раньше мне было стыдно сказать. Это, я считаю, большая заслуга марафона, а также Инге, которая была моим куратором в этом марафоне. Инга, спасибо тебе гигантское за это тоже, в том числе. Очень-очень ты мне в этом помогла. Спасибо. Фишки, которые дал ещё марафон, это укладывание спать раньше. С этой проблемой я уже пыталась бороться давным-давно и всё никак не могла справиться с ней. А тут мне приходилось просто каждый день регистрировать это. И мне не хотелось видеть цифры после двенадцати. Да, не хотелось после двенадцати видеть цифры. Цифры. Очень хотелось видеть цифры десять. Но чаще это было одиннадцать. И, в принципе, я этим довольна. В этом марафоне я продолжила свою начатую практику благодарности. Благодарности, я считаю, это очень важная фишка, которую нужно использовать всем. Сейчас немножко и по ним пройдусь и расскажу, как у меня всё получилось. Поработать с родом. Нет, я это не сделала. Я это всё время хотела сделать. Мне это было всё время лень. С помощью марафона, в принципе, я её себе не реализовала, но попробовала хотя бы начать. Мне понравилось, что была возможность написать письмо отцу. Этого я раньше не делала. Я писала письмо маме не один раз. И это мне когда-то очень сильно помогло её начать понимать и, в принципе, принимать. И, в принципе, я получила очень много информации. Инга, ещё раз тебе спасибо огромное. Ты прелесть просто в этом плане. Дарить мужу позитивные эмоции. Я, кажется, справилась с этой темой, ну, возможно, на каких-нибудь 50%, назовём это так. Дарить мужу позитивные эмоции. Что это такое? А знаете, что это? Это находить самой у себя позитивные эмоции за день, прожитые. Неважно, он был позитивным или негативным. Всё равно хоть что-то случилось хорошее. И рассказать об этом мужу, передать ему своё настроение, свои эмоции. Тем самым дать понять, что всё на самом деле здорово, зашибись и классно, ну, а не всё плохо, как ты считала, там, с утра до вечера. Потому что это очень хороший навык, и я рада, что во время марафона мне пришла эта информация, что я смогла эту информацию использовать. И, в принципе, я ею пользуюсь по сей день и очень-очень-очень этому рада. В принципе, это работает. В принципе, он начал приходить домой в более расслабленном состоянии. Не думать, что дома всё плохо. Я от него слышу в последнее время такие выражения, что это же не на работе. Боже, как мне это нравится. Не знаю. Когда муж от тебя сбегает на работу и считает, что там он отдыхает и дома всё плохо, это провал, мне кажется. Начать следить за своей внешностью. Да. Я, наконец, начала смотреть в зеркало. Боже мой. Ну, да. Вот у меня тут даже в моём яблоке есть отражение, и мне это нравится. Я вижу в нём красивую женщину, симпатичную, с прекрасной фигурой, с прекрасной улыбкой, настроением. Мне это вошло в мою повседневную жизнь именно, вот, я считаю, что благодаря марафону. Потому что там был такой пунктик, где мне надо было каждый день отчитываться, что же я сделала со своей внешностью. И первые дни, когда я думала, блин, а что же я с ней сделала, я расчесалась. Эх, это было грустно. Ну, поэтому мне пришлось иногда там вставать по утрам, делать макияж себе хоть какой-то, я училась делать макияж. Но я это начала делать, и мне это по кайфу. И, в принципе, что я считаю самым важным, это то, что я всё-таки созрела на работу со стилистом. Подобрать под себя гардероб, полностью его обновить и проработать с этим, ну, так, по-мастерски, по-настоящему. А не так, как ты пришёл, там, купил любую шмотку в спортивном магазине, как я это делала раньше, да, или на какой-нибудь барахолке, и всё. И ты этим, вот, там, ходишь годами, и оно у тебя висит, это в шкафу, открываешь шкаф, и тебя ничего не радует. Нет, мне это надоело, больше такого нет, и я счастлива. Спасибо вам, Ольга с Алексеем. Заметил какие-нибудь изменения в твоей жене? Если ты отвечу, что заметил, тогда скажет, какие. Какие ты заметил? Хорошо, какие? Не могу ответить, да. То есть ты что-то видишь, что что-то поменялось, но непонятно что? То есть тебе абсолютно нормально, если я, там, в естественном своём виде утром проснулась и... Да, я, кстати, никогда никаких проблем не испытывал. Ну, да, я знаю, что ты вроде каратишься, но... Качественная, интимная жизнь. Это очень интересный такой момент, о котором очень часто никто не говорит, не принято. Общество это как-то оценивает не очень хорошо. Эту цель я ставила себе для того, чтобы, в принципе, хотя бы как-то напоминать себе об этом, напоминать, что мужу это необходимо, что это и мне необходимо, что нужно этим заниматься бы чаще и вообще отслеживать, ну, прогресс есть или нет. Я даже не подозревала, что, возможно, настолько сильные результаты. Эта тема, которая была вообще не настолько важной, не настолько интересной, ну, для меня в начале марафона, и ей не придавалось столько много значения, как всем остальным темам, ну, возможно, кроме работы с родом. Но все равно эта тема, мне кажется, раскрыта была в итоге больше всех остальных. Но были два знаковых события, которые, даже три я бы сказала, которые дали мне раскрепощение больше, и я перестала настолько комплексовать, бояться и переживать по этому поводу. Во-первых, я сходила на двухдневный семинар живой к Алексу Мэю. На этот семинар я собиралась сходить где-то года два. И вот я его посетила, как бы ничего страшного там не оказалось, как мне казалось до этого. Все было по полочкам, все очень четко, и после этого вдохновения общаться с мужем на эту тему появилось гораздо больше. И, собственно, начались всякие разные подвижки в этом направлении. Второе знаковое событие было обсуждение ветки марафона с девчонками своих лучших сторон, ну, качеств. Конечно, это не моя лучшая сторона, но там я просто упомянула о том, что я бы стала более раскрепощена, что у нас с мужем в жизни появилось больше этой темы, и получаем от этого оба наслаждения. И как бы я помню тот момент, что после этого весь день я ходила в таком странном состоянии, что я вроде бы как ничего такого не сказала, но в то же время я на такую сокровенную тему поговорила, написала там, и моя самооценка выросла в этот день. Третье событие, которое со мной еще произошло, это я отважилась сходить в магазин интимных товаров. Сам факт, что туда может зайти приличная женщина, для меня казался, ну, так. Как бы, нет, приличные женщины туда не ходят, нет. Ничего страшного там тоже не оказалось. Это обычный магазин, ничего там такого прям сверхъестественного нет. Это было еще одно разрушение моего такого блока. И сам факт, что я сейчас об этой теме, в принципе, говорю здесь, это меня очень сильно радует. Я считаю, что марафон в этом не участвовал, но поскольку была возможность создавать все цели, и одна из целей была именно такая у меня, то я считаю, что здесь у меня были самые большие продвижения, и отношения здесь у меня стали за счет этого гораздо крепче. Увеличить женское общение. Женское общение я пытаюсь увеличить, улучшить и вообще, собственно, начать. Очень долго мне было такое настроение, что с женщинами мне абсолютно не о чем разговаривать. Что женщины это такие очень странные существа, которые говорят о моде, о каких-то там косметике, о какой-то там ерунде, абсолютно неинтересной, абсолютно банальной. О детях, да, там, да боже мой, о детях. Да, в общем, сейчас мне это стало тоже интересно. Ну, кроме этого, конечно же, я готова в любой момент поговорить с любой женщиной о всяких разных вечных темах. И в поездке в Питер я для себя открыла необыкновенную женщину, с которой до сих пор еще периодически общаюсь. У нас живет совершенно в другом конце света, но мы там с ней встретились и 10 дней общались на очень глубокие, вообще, такие темы, которые не расскажешь особо никому. И мне это очень понравилось, да. Конечно, это бы было классно делать каждый день в идеале, но пока что так. Видимо, над этим мне еще нужно хорошо поработать. Кстати, я готова к общению с любой из вас, пожалуйста. Буду очень рада. Начать позволять себе. Я не позволяла себе ничего. Не купить вещи, не сходить куда-либо. Йога. Единственная вещь, которую я себе позволяла, и то это было оправданием моей больной спины. Вот я сейчас позволяю себе быть здесь одной, без своих мужчин. Они пошли домой спать или играть. Я, честно говоря, даже не знаю. Да, я начала себе позволять. И очень большим толчком к этому мне был марафон. Потому что до этого у меня были мысли всегда, ну как же, ну денег нет, ну как же, ну это слишком дорого. А зачем мне это? А что, зачем? Зачем женщине маникюр? А зачем женщине массаж? А что, серьезно? Женщина может себе позволить вот так вот просто среди дня уйти одна, побыть сама с собой? Или там заняться тем, чем ей хочется? Да ладно, не может же такого быть. Может, да, и это здорово, это круто, это мне очень-очень-очень нравится. Я прям вот, ну невероятно счастлива, что у меня были эти полтора месяца, когда я каждый день могла отмечать и задумываться насчет, вообще позволила я себе хоть что-либо сделать за сегодняшний день или нет. И я очень рада, что это позволение не только в каких-то материальных или нематериальных вещах, а вообще во всем, абсолютно во всем. То есть позволить себе даже наслаждение какое-то, позволить, и не винить себя за это. Вот самое важное, не винить себя за то, что я себе позволила, а допустить это. Как вы делали это мужа на 100%? Есть такое, есть. Хотелось бы, чтобы это он изменил. Да, возможно, хотелось бы. На марафоне было целое задание принимать мужа, как он есть. Я помню, у кого-то в комментариях прочитала, «Я в своем мужа нашла 50 положительных сторон, я поднимаю свой мужа». Ну, как бы задание было написать эти все положительные и отрицательные стороны. Думаю, ну ладно, сяду-ка, я тоже напишу. Стала писать и без всяких цифр, просто вот сколько будет, столько будет. Вот, когда я посчитала их, оказалось 73. Что точно поменялось, это то, что я начала себя действительно вот ловить на этой мысли, что сейчас или там в какой-то вот момент, если он мне кажется проблемным, что вот я начинаю оценивать мужа. А если я его оцениваю, значит, я пытаюсь в нем найти что-то негативное. А зачем? А что от этого хорошего будет? И будет ли вообще какой-то бонус от этого в наших отношениях? Так что с этим мы работаем. Полюбить себя. Полюбить себя – это такая наивная, наивная такая цель для двух месяцев, да. Ну, я к ней иду, я это делаю с каждым днем, я люблю себя все больше и больше. Бывают дни, когда я делаю шаг назад и люблю себя меньше, и начинаю за что-то себя винить, за что-то себя ругать, обвинять. Ну, в общем, глупая женщина. Это очень важно, мне кажется. Научиться себя любить, принимать и быть собой, и не бояться себя. Быть собой – это очень-очень-очень важно. Марафон не справился с этим заданием, нет. Но что-то позитивное уже точно было. Найти и определиться с делами своей жизни. Найти свое предназначение за два месяца. Ребята, ну, это смешно, конечно, но у меня была такая цель, и я что-то попробовала, что-то мне понравилось, что-то нет, что-то я отбросила. Что-то я до сих пор не могу решиться отбросить. Может, вы мне можете подсказать, что мне ближе, я не знаю. Может быть, это как-то видно со стороны. Буду очень благодарна вам, если вы подскажете. Спасибо. Качественнее заниматься с ребенком. Марафон помог мне. Стало смотреть, чем и как я занимаюсь с ребенком, отмечать все положительные стороны, отрицательные стороны, контролировать себя больше. Если я чувствовала какие-то негативные вещи, то я задавалась вопросом, почему я это сейчас делаю, что же это за травмы из детства мои. И старалась смотреть со стороны, и если он капризничал, как-то вел себя, по моему мнению, до этого неадекватно, то просто-напросто я переключалась и пыталась понять его нужды, в чем же беда, в чем же проблема, что же ему сейчас, в данный момент нужно. И очень часто оказывалось, что ему нужно просто немного моего внимания, и все прекрасно. Я начала понимать больше своего ребенка. Время этого марафона я еще раз убедилась в том, что мой ребенок замечательный, самый лучший, самый прекрасный малыш на всем свете. Это мой самый главный учитель. Давай, одевай кофту. Кофту, кофту, кофту одевать. Кофту одевать, кофту! Я еще раз убедилась в том, что быть мамой – это здорово и классно, это не проблема, это счастье, это радость. Мы с сыном стали гораздо ближе. Итоги марафона. Отношение, смысл был в этом марафоне или не было его? Я поддерживаю любые обучения, то есть абсолютно несут в себе какой-то отпечаток. То есть с любой информацией можно получить для себя что-то полезное. Ну, опять же, если человек, скажем так, действует по инерции или как-то там неосознанно в этом вопросе, тогда, да, он, может быть, не получит информацию. Он, может быть, будет немножко на волне в момент этого курса или марафона, а потом из него все это улетит, значит, как студент сдал экзамены и забыл предмет. Ну, да. Если это сильно не надо было, то зачем так? Если он намеренно шел к этому, он искал информацию, он нашел, он заплатил, ну, или там за него заплатили, и он пошел, или там как-то удаленно это прошел, ну, я не верю, что он не может ничего из этого вытащить, да, то есть по-любому что-то есть. Вообще, в принципе, эти два месяца, они, как я считаю, стали новым витком нашей жизни, и я надеюсь, что мы встали на эту дорогу верным путем. Оно совпало с марафоном, то есть это грандиозное совпадение, оно дало тоже дополнительные силы и уверенности в себе, дало заряда дополнительного, и, в общем, все в жизни пока что идет так, как нам того хочется, и мы счастливы от этого.